всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно видео оставайтесь со мной приятного вам просмотра в этом хобби влоге как и в прошлый раз я буду раскрашивать не по плану в этот раз я взяла две раскраски из серии искусство отдыхать новая вселенная издательство феникс прошлый раз у меня тоже было две раскраски но там серия relax раскраска называлась в данном случае у меня тропики и сады одну раскраску я начала вторая у меня абсолютно новенькая к я не помню какую именно а ну вот эту я начала как раз в июле раскрашивала я здесь вот такую очаровашку здесь у меня раскраска но насколько я помню совершенно такая новенькая чистенькая я не знаю еще пока что буду раскрашивать точнее я вроде как предварительно листала чего-то выбрала себе ну как-то позабыла вообще по моему вот это но я сейчас еще полистаю потому что настроение это каждый день меняется поэтому может быть мне сегодня будет что-то другое актуально что-то буду раскрашивать карандашами что-то акварелью но учитывая что здесь вот этого очаровашку я уже раскрасила ну да наверное раскрашу вот это хотя я не фанатка раскрашивать птиц в принципе не фанатка птиц вот папа у меня птиц любил например а я не сказать что их не люблю но и как-то вот ну и раскрашивание дела у меня с ними не очень идет ну да ладно так и теперь раскраска сады ну вот это мне в принципе нравится но здесь опять птички совушки мне сами по себе нравится но почему-то раскрашивать я их побаиваюсь мыши мыши мне очень по жизни нравится но я не умею прорисовывать шерстку улиток люблю раскрашивать ну лягушки красивые вот может быть их раскрашу ну зайцы то же самое как бы прорисовывать шерсть не умею опять же птицы не она вообще или вот птицы раскрасить мы просто мне вот вот эта тема ягоды к тому подобного нравится им может быть может быть раскрашу сейчас еще полистаю и тогда уже определюсь что именно и так в общем это или и это непонятно ой ну тут вообще целых три птички да вот так ведь задачка ну ладно раскрашу это решила для себя значит что-то в каждой иллюстрации будет карандашное что-то акварельная может дело пойдет так что все будет акварельная сейчас я достану карандаши акварель и вернусь к вам покажу процесс брызгаю как водится для удобства вот этот цвет он очень красивый но используется у меня редко так что я еще знаете как и выбирала когда картинку так думаю о можно использовать такой цвет я правда еще думала что и на карандаши тоже но также решила что если что у меня и в акварели есть такой оттеночек он красивый как видите иногда бывает очень нужный но расходуется мало поэтому тоже отличная возможность я еще и беленького добавляю так здесь что-то расплылось и потемней как-то легко прям раскрашивается но это хорошо и потому что бывает так что нравится иллюстрация начинаешь красить и она прямо идет очень тяжело нудно здесь хорошо даже так еще ягодки не но я сейчас еще и цветочки по раскрашиваю на 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 камеру затем ним ну что же приступаю к цветам серединка ну пусть желтая так вот сначала взяла такой поросячий розовый нет он сюда совсем даже с размытием возьму любимый цвет и белым немножко так все это разбавлю нижнятинка получается вроде как по крайней мере я вижу это очень таким нежным не знаю как это на камеру именно вот в реальности мне нравится как это все выглядит хотя можно было акварельным карандашом и потом размыть но я думаю что и акварель в частности белая очень даже облегчает задачу хочется таких нежненьких оттеночков здесь еще немножко по раскрашивала и решила сделать включение показать как идет дело мне знаете очень нравится вот у акварели вот как мне у карандашей нравится эффект когда такой глянцевой поверхности когда там натираешь блендером потом салфетка и все так блестит как в журнале то вот здесь мне очень нравится такой шероховатый эффект вот особенно на ярких цветах получается я не знаю как будто вот по идее эти ягодки они скорее должны быть более глянцевыми да но все-таки вот такая шероховатости мне это нравится это придает какой-то так объем какую-то естественность особенно когда вот так вот разглядываешь я не знаю как на камеру видно нет но мне нравится вот я здесь немножко подправила слегка где переходы грубоватые но сейчас еще подсохнет и я пожалуй еще разок пройдусь вот такого эффекта вот на более светлых оттенках где я там такого конечно не видно ну разве что только руками ощущается вот на ярких да мне этот эффект прям понравился я с той стороны немножко посмотрела но ничего не протекло я сейчас продолжу раскрашивать как-то идет легко пока что насчет птичек я пока не знаю акварель это будет акварельные карандаши или же может быть просто карандаши не знаю это уже ближе к делу я сейчас до раскрашиваю ягоды потом пройдусь по листве ну и тогда уже решу совсем остальным фон скорее всего будет ну вот таким хотела зеленым но подбирать что-нибудь принципиально нет но на самом деле если тогда а листья сделать карандашами тогда фон нужно акварелью это будет отличаться ну ладно это уже ближе к завершению иллюстрации вот где бы мне пригодилась зеленая краска из этой палитры вот которая полностью у меня закончилась на самом деле у меня как вы знаете есть запасная такая палитра и можно краску взять оттуда да и по моему у меня на еще где то есть но я решила что вот это вот цвет подходит сочетается ну и соответственно использую по максимуму если не все то максимально все а там уже потом когда уж и правда не самые ходовые цвета будут хотя бы там наполовинку использованы любимые цвета уж совсем по заканчиваются тогда да чтобы не ставить максимально долго все палитры как у меня вот с перламутровой я рассказывала получается я ночью нормально нормальное сочетание их мне даже понравилось листочки красить а тут уже все по заканчивалось но вот эти цветы я не знаю как и в предыдущей раскраски у меня плюс-минус сочетание я частенько такое использую ненавием здесь правда это актуально поэтому раскрашу так для всяких тропиков и тому подобного прям хорошее такое сочетание желтого розового но вот первая вот тут есть поросячьи розовые конечно жесть я когда покупала думал он будет нежненький но увы то что в мимимишках там вот и голубой классные и розовые здесь только голубой нормальный розовый цвет что-то подкачал не она в целом белил можно подбавить часто я он и белилами пользуюсь уже даже донышко видно раньше я и не трогал эту краску ну да чем больше раскрашиваешь тем больше привыкаешь очередное включение ну вот еще немножко по раскрашивала потом прервалась пошла гулять с собакой ну сейчас продолжу раскрашивать цветы но и дальше в общем то я кстати говоря пока листочки раскрашивала крутила крутила раскраску потом на камеру меня ничего не смутило я так раскрашивала потом сейчас начала делать включение снимаю потом думаю что-то не так перевернула вот я почему-то так сосредоточилась на цветах и меня вот этот вид никак не смутило птичек я вообще как-то из поля зрения они у меня куда-то делись с обратной стороны вообще все замечательно собственно даже бумага можно сказать ровная вот час когда высохла вот завтра сделаю очередную попытку пойти погулять после занятия когда проведу с ученицей занятия схожу как всегда в парк но в прошлый раз мне это не удалось потому что обещали дождь погода была пасмурная даже зонта у меня с собой не было в итоге несмотря на то что я взяла и это с собой и плед и всякие там вкусняшки я вернулась домой а потом оказалось что дождик когда я выходила из метро так разок прыснул и все это вот ожидался дождь хотя наверное в некоторых районах москвы может он реально был в каких-то не было но вообще у нас и в субботу тогда и воскресенье был такой странноватый дождик насколько я помню в общем я не стала разбирать как я вам рассказывала эту папку так и и оставила и завтра возьму с собой ну а доставать ничего не буду многие помнят ну а кто впервые на моем канале тут тут подарок виолеты я люблю раскрашивать фламинго подарок марины канал марине на раскраске я люблю раскрашивать тех самых нарвалов и карандаши берлинга пастельные и что тут акварельные vista артиста и кисточка с резервуаром для воды тут у меня еще лежит закладка и точилка ну а это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео заходите в инстаграм три семерки рыжие три восьмерки благодарю вас за просмотр напоминаю что под видео будет приложение активный гражданин если вы живете в москве имеете учетную запись на мосру то мы вы можете там зарегистрироваться и каждый день участвовать в опросах голосованиях и получать баллы накопленные баллы обменивать на подарки на промокоды в разные магазины в том числе леонардо и комус я желаю вам здоровья настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи всем пока пока